В эфире итоговый выпуск МассМедианьюз. Смотрите сегодня. Весенние камчатские деньки решила разбавить очередной циклон. Сотрудника одного из рыб предприятий Края оштрафовали за взятку. Здание бывшего ДК Рыбаков сносят в Петропавловске. Об этих и других событиях узнаете далее. Весенние камчатские деньки решила разбавить очередной циклон, который приближается к берегам полуострова. Атмосферный вихрь затронет сразу несколько районов края. Так, по прогнозам синоптиков, с 20 по 22 марта в Петропавловске и Вилючинске, Усть-Большерецком, Елизовском, Усть-Камчатском, Карагинском, Алюторском районах, а также в Алиутском округе ожидаются умеренный местами сильный снег, местами с дождем. На побережьях прогнозируется сильный ветер в порывах до штормового, а также метель. Главное управление МЧС России по Камчатскому краю и его структурные подразделения рекомендуют соблюдать меры предосторожности в период действия циклона. От различных служб РСЧС формированы силы и средства, которые в случае происшествия будут отправлены для оказания помощи и ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий. Главным управлением МЧС России по Камчатскому краю направлены рекомендации главам муниципальных образований о принятии мер по предупреждению возникновения происшествий и минимизации возможных последствий. Исходя из прогноза, вероятны нарушения в системе энергоснабжения, осложнение обстановки на автомобильных дорогах, возможен срыв кровли и обшивки зданий, падение широкоформатных конструкций, а также повышена вероятность пропажи, травмирования и гибели людей вне населенных пунктов. Спасатели рекомендуют населению на время действия циклона принять все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности и безопасности имущества. Необходимо временно воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов. В случае же вынужденного передвижения по трассам нужно соблюдать скоростной режим и быть предельно осторожными. Туристическим группам и охотникам в период действия циклона также следует воздержаться от выхода на маршруты за пределы населенных пунктов, особенно в отдаленные и прибрежные районы. Добавим, если ситуация несет угрозу вашей жизни или жизни окружающих, необходимо звонить со стационарных телефонов 01 с мобильных 101. Единый номер вызова всех экстренных служб – 112. Сотрудника одного из рыбохозяйственных предприятий Камчатки оштрафовали на полтора миллиона рублей за взятку сотруднику ФСБ. Мужчина рассчитывал на лояльное и быстрое проведение проверок судов с рыбопродукцией. По версии следствия, в апреле прошлого года 44-летний подсудимый передал государственному инспектору пограничного управления ФСБ России по Восточному Арктическому району взятку в виде денег в сумме 250 тысяч рублей за лояльное проведение контрольно-проверочных мероприятий и сокращение временных интервалов проверки судов с рыбопродукцией. Незаконное вознаграждение было передано в салоне автомобиля, через неосведомленное о преступном умысле лицом. В апреле прошлого года злоумышленника удалось задержать. Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1 миллион 500 тысяч рублей. Денежные средства в сумме 250 тысяч рублей, переданные за совершение незаконных действий, конфискованы в доход государства. Также в период предварительного следствия на имущество обвиняемого автомобиля Toyota Land Cruiser наложен арест, который оставлен до фактического исполнения судебного акта. Приговор в законную силу еще не вступил. Профилактика санкции или отключение за долги. Жители Камчатки в соцсетях жалуются на перебой в работе цифрового телевидения. На протяжении нескольких дней вещание прерывается. Версии происходящего множество, от классических до более оригинальных. Корреспонденты МассМедианьюс решили выяснить причину перебоев. Как пояснили в краевом филиале РТРС, из-за камчатской погоды не всегда удается провести плановую профилактику. Тогда устраивают внеплановые. В этот раз произошла именно она. 21 февраля были направлены всем вещателям письма о том, что у нас согласованы такие работы до 18 марта. И время было указано, когда будет проходить отключение. За день у нас смена оплестила всех вещателей. Кроме этого, мы предупреждаем о всех видах работ, отключениях больше одного часа. Это Госкомнадзор по Камчатскому краю и радиочасточников ГРЦЧ. Чтобы они знали, что в эфире не будет излучения и что у нас проводятся какие-то работы. Любовь Волгуснова отметила, что уже вещатели должны оповещать Камчатцев об отключениях. У нас такой функции оповещения населения нет. Поэтому мы оповещаем только вещатели. Поэтому, когда начали проводить работы, почему-то оказалось, что никто ничего не знает. Никто не оповестил. Работы проводились согласно распоряжению гендирекции. И то мы еще не все сделали. Мы будем еще заказывать. Почти 97% населения охвачены цифровым вещанием. Большинство пользователей сосредоточены в Петропавловске и в Елизовском районе. Цифровым вещанием охвачено всего 301 667 человек. Это на прошлый год. То есть практически все население Камчатского края у нас имеет цифровое вещание бесплатное. Я сказала, что у нас проблемы с северами, потому что в федеральную программу эти населенные пункты не вошли. И у нас на северах только Телитчики, Тегиль, Палана, Оссора и Никольская. Добавим, что плановая профилактика проводится раз в квартал. Время всегда разное, так как зависит от того, собственная она или со спутником. Но часто из-за погоды ее нельзя провести. Поэтому впоследствии прибегают к внеплановой профилактике. Здание бывшего ДК Рыбаков сносят в Петропавловске. Подрядчик приступил к выполнению контракта. По периметру площадки уже установили ограждение. Проводится разборка. Здание, ранее принадлежавшее федеральным структурам, передали в муниципальную собственность после пожара в июне 2021 года. Его дальнейшую судьбу определило комплексное техническое обследование. Необходимо было обследование на предмет целесообразности его использования, возможность реконструкции. По итогам технического заключения были приняты решения, что объект необходимо сносить. Эти же выводы были сделаны в заключении техническом, соответствующим экспертам, в связи с чем было принято решение о сносе. Поскольку объект достаточно объемный, значимый, такой монументальный, нами был заказан проект организации демонтажа и отыгран контракт на снос указанного здания. 25 февраля 2022 года нами был заключен контракт. На сегодняшний день подрядчик приступил к работам. Уже существует периметральное ограждение территории, паспорт объекта. В мэрии отметили, что контракт предусматривает рекультивацию прилегающего к зданию земельного участка. Поскольку объект достаточно серьезный, массивный, находится на склоне, в связи с этим достаточно, ну не длительные, а такие существенные сроки выполнения работ 31 августа. Но подрядчик обещает выполнить гораздо раньше. Татьяна Кокорина добавила, что вопрос о дальнейшей судьбе территории после сноса здания остается открытым. Конечно, это будет обязательно благоустройство территории, и, скорее всего, какое-то общественное пространство. Но в настоящее время вопрос остается открытым. Напомним, ДК Рыбаков общей площадью почти 4000 квадратных метров был введен в строй в 1967 году. Здесь выступали известные артисты театра, кино и эстрады. Показывали фильмы, проводили фестивали и дискотеки, открывали кружки и студии. Зрительный зал Дома культуры, самый большой на Камчатке, вмещал 600 зрителей. Эксплуатация здания была запрещена по предписанию МЧС в начале 2000-х годов. Здание было признано аварийным и сейсмоопасным. Работы по бетонированию палатного корпуса краевой больницы завершаются на Камчатке. Скоро строители приступят к внутренней отделке здания. Строительные работы по Камчатской краевой больнице вошли уже в предусмотренный график. Идутся работы на двух корпусах. Это палатный корпус и лечебно-диагностический корпус номер один. Завершаются работы по бетонированию второго корпуса. Это палатный корпус на 175 коек, в котором сейчас предусматривается порядка 20 направлений лечебной деятельности. Уже залили более 5,5 тысяч кубометров железобетона. Это стены, перекрытия, диафрагма жесткости и другие конструкции. Всего на два корпуса предусмотрено чуть более 10 тысяч кубометров. Мы уже, по сути дела, именовали экватор по бетонным работам. Мы должны завершить заливку остальных 4,5 тысяч кубометров. И получается у нас полностью два корпуса. Будут готовы к созданию теплого контура, к производству внутренних отделочных работ. Подрядчик проводит работы по комплектации объектов. То есть доставлен полностью весь утеплитель на наружный фасад. У нас согласованы и выстроены дизайнерские проработки по внешней отделке корпусов. И работы, которые мы запланировали, находятся без нарушений. К плану мы должны выйти по примерно 50-55% это к концу года. Сейчас у нас уже готовность составляет на технические около 30% от всего объекта. Добавим по проекту новая краевая больница. Рассчитано на 150 посещений в смену и 450 коек. Площадь комплекса составляет 80 тысяч квадратных метров, а общая площадь территории более 40 гектаров. Строительство пройдет в два этапа. На первом планируют ввод в эксплуатацию лечебного и палатного корпусов и необходимых инженерных сооружений. На втором этапе возведут еще четыре больничных корпуса. Главные новости полуострова теперь в Телеграм. В условиях ограничения в России доступа к ряду социальных сетей Камчатское информационное агентство МассМедианьюс продолжает свою работу на площадке Телеграма. Свежие и актуальные новости, сообщения от инсайдеров, опросы и дискуссии. Все это и не только вы найдете в нашем Телеграм-канале. Набирайте в поисковике мессенджера МассМедианьюс или наведите камеру своего смартфона на QR-код, который вы видите на своих экранах. Более 12,5 тысяч камчатцев уже с нами. Подключайтесь и вы, чтобы быть в курсе. Во второй части выпуска МассМедианьюс смотрите. Президент страны Владимир Путин анонсировал меры поддержки для россиян. Программы туристического кэшбэка возобновляют на полуострове. Краевой МЧС и телеканал «Камчатка-1» запускают совместный проект. Об этих и других событиях узнаете далее. Для помощи населению. Президент страны Владимир Путин анонсировал меры поддержки для россиян. В их числе увеличение пособий, пенсии, мрот и прожиточного минимума. Государство поддержит и людей, потерявших работу. Безусловно, в новых реалиях потребуются глубокие структурные изменения нашей экономики. И не буду скрывать, они будут непростыми. Приведут к временному росту инфляции и безработицы. В этой ситуации наша задача – минимизировать подобные риски. Не только строго выполнять все социальные обязательства государства, но и запускать новые, более эффективные механизмы поддержки граждан и их доходов. В центре внимания правительства страны остается защита материнства, детства и поддержка семей с детьми. Владимир Путин напомнил, что с 1 апреля введут выплаты на детей от 8 до 16 лет включительно, которые растут в семьях с невысокими доходами. Размер выплаты составит от половины до одного прожиточного минимума на каждого ребенка такого возраста. Сейчас в среднем по стране это до 12 300 рублей. Таким образом у нас выстроится единая система поддержки с момента, когда будущая мама еще только ждет появления ребенка и вплоть до достижения ребенка в 17 лет. Поручаю правительству обеспечить работу этой системы таким образом, чтобы она оперативно учитывала изменения материального положения семей. То есть, если родители столкнулись с потерей работы, другими сложными жизненными обстоятельствами, семья должна начать получать помощь от государства максимально быстро. Также президент попросил правительство проанализировать эффективность мер поддержки людей, потерявших работу. Очевидно, что такие меры надо расширять, в том числе за счет механизма социального контракта. Понимаю, что серьезно бьет по доходам людей рост цен. Поэтому в ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии. Повысим минимальный размер оплаты труда и величину прожиточного минимума. А также увеличим зарплаты в бюджетной сфере. Прошу правительства рассчитать точные параметры такого повышения. Владимир Путин подчеркнул, что даже в такой непростой ситуации по итогам года необходимо добиваться снижения уровня бедности и неравенства в стране. Это вполне реализуемая задача даже сегодня. Я прошу правительства и регионы сконцентрироваться на повышении этой задачи. Президент добавил, что поддержка носит не только экономический характер, но и является и вопросом социальной справедливости. У пятиклассника Ярослава с проблемным здоровьем из Петропавловска исполнилась мечта. Неожиданный гость принёс мальчику долгожданный и очень необходимый подарок – ноутбук. «ДВТ чувствовал себя самым настоящим компьютерным гением. Изучал все программы необходимые, осваивал компьютерные навыки, ну и созидал будущее нашей страны в IT-технологиях». Краевой депутат Дмитрий Коростылёв посетил дружную семью Селезнёвых, в которой подрастают двое сыновей – 11-летний Ярослав и Никита, которому скоро исполнится 5 лет. Ярослав учится в школе, увлекается математикой, историей и биологией. Но на переменах он не бегает вместе с одноклассниками, а после уроков по долгу лежит из-за плохого самочувствия. В раннем детстве Ярослав тяжело заболел, и врачи давали неутешительный прогноз. Молодой семье помощь поступала отовсюду. И после долгого и сложного лечения, проведённых операций, рак отступил. Сейчас мальчик живёт обычной жизнью, почти такой же, как и у его сверстников. Но ему по-прежнему приходится регулярно проходить обследования в клиниках за пределами Камчатки. Во время лечения Ярослав вынужден лежать по 5-6 месяцев, что очень нелегко для активного мальчика. Поэтому семья обратилась за помощью. У нас сложная ситуация. Мы часто летаем на операции. Ребёнок находится много, долго в лежащем состоянии. Поэтому обратились с помощью приобретения компьютера к нашему местному депутату, к Ростелёву Дмитрию Анатольевичу. Мы очень благодарны. У нас предстоят ещё в будущем очередные операции, такие же тяжёлые, как ранее. Поэтому мы очень благодарны Дмитрию Анатольевичу, что и подарок наш будет ценен для Ярослава. Очень пригодится. У него 5-й класс очень много проектов задают. Будем пользоваться, рисовать, печатать, изучать программы Excel, Word, что в школе обязательно пригодится Ярославу. Дмитрий Карастылёв посоветовал Ярославу активнее осваивать новую технику и использовать её не только для игр и развлечений. Не болей. Нам нужны хорошие отечественные программисты сейчас. И, соответственно, у тебя сейчас будет возможность заниматься. Ну, по мере сил, конечно, можно и играть. Дмитрий Карастылёв уверен, что новая техника будет служить только на пользу, чтобы Ярослав становился сильнее и успешнее, а также радовал родителей. Программу туристического кэшбэка возобновляют на Камчатке. Глава Ростуризма Азарина Дагузова сообщила, что с 15 марта в России стартовал новый этап продажи таких туров. Покупать путёвки можно будет до 1 мая, а отправиться в поездку можно до 1 июля включительно. Условия у нас прежние. Поездки оплачиваются карточкой МИР, на которой автоматически возвращается 20% от стоимости поездки в максимуме 20 тысяч рублей. Глава Ростуризма отметила, что участвуют все без исключения регионы. Можно отправляться как в длинные путешествия, так и в короткие поездки, скажем, выходного дня. До конца апреля ещё можно покататься на горных лыжах, к примеру, на сибирском Шерегеше. Можно выбрать оздоровительные туры в регионы Кавказа, можно поехать на Алтай или, скажем, отдохнуть на горячих термах Тюмени. Можно отправиться в культурно-познавательные поездки по историческим городам Золотого кольца, съездить в столицу Поволжья – Нижний Новгород, побывать в Казани или Санкт-Петербурге. Много интересных направлений для активного отдыха на природе в регионах Русского Севера, Карелия, Мурманская область, на Урале, Башкирии, Сибири, Дальнем Востоке. Продажи с детским кэшбэком стартуют в ночь на 31 марта. Отправить ребёнка в детский лагерь с кэшбэком можно будет с 1 мая и на протяжении всего лета. Возврат, как и в прошлом году, составит 50% от оплаченной суммы, максимально 20 тысяч рублей. Деньги автоматически вернутся на карточку МИР буквально в течение нескольких дней, очень быстро и удобно. Семьи, где много детей, смогут вернуть 50% от стоимости каждой купленной путёвки. Количество поездок на каждого ребёнка также не ограничено, то есть детей можно отправлять на любое количество смен. Все предложения в рамках наших программ в день старта можно будет найти на официальном портале мирпутешествий.рф. Жители и гости Камчатки смогут воспользоваться кэшбэком по более чем 50 разнообразным вариантам туров. Это и поездки на самые известные вулканы полуострова и катания на собачьих упряжках, снегоходах и джипах, и купания в термальных источниках, посещения заповедных территорий, а также различные гастрономические туры с дегустацией местной кухни. Каждый турист сможет выбрать отдых по душе. Добавим, запущенная Ростуризмом в 2020 году программа туристического кэшбэка – это мера поддержки, благодаря которой удалось одновременно поддержать и туристов, и бизнес. Она показала эффективность в отрасли и, по оценкам экспертов, помогла восстановить внутренний туризм. На первом этапе программы в этом году, который был запущен 18 января, ею воспользовались около 800 тысяч человек. В общей сложности они купили туров с кэшбэком на 15 миллиардов рублей. В соответствии с условиями программы, на карты путешественникам вернулись 2 миллиарда 900 миллионов рублей. Будет что посмотреть. Кинотеатры Камчатки готовы заменить новинки кинопроката популярными фильмами отечественного и зарубежного производства. Напомним, что ведущие иностранной кинокомпании приостановили показ своих премьер в России. При этом на сегодня кинотеатры в случае необходимости будут пересматривать перечень показываемых фильмов. У нас есть контент, который мы можем показать своим зрителям. Присутствуют и американские фильмы, присутствуют российские, российского производства фильмы. Мы мониторим обстановку в киноиндустрии и в связи с ухудшением обстановки будем думать о некой замене голливудского контента на отечественный или контент других стран. Приглашаю всех гостей посещать кинотеатры, отвлечься от повседневных будней и хорошо провести время. Напомним, что на прошлой неделе на Камчатке ввели послабление в части заполняемости кинозалов. Также отменили QR-коды. Подготовка к весенне-летнему сезону началась в главном аэропорту Камчатки. Она направлена на обеспечение безопасности, качество обслуживания воздушных перевозок, а также бесперебойную работу всех служб. Основные мероприятия направлены на подготовку объектов аэропортового комплекса, зданий, сооружений, спецтранспорта, средств механизации, технологического, светосигнального и наземного оборудования. Специалисты обследуют состояние взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перона инженерной инфраструктуры. Персонал пройдет дополнительное теоретическое обучение, повторные инструктажи, тренировки и другие организационные мероприятия. В аэропорту также создана специальная комиссия, которая оценит готовность каждой службы. Сезонная подготовка завершится к середине мая. Результатом станет подписание акта готовности предприятия. КРАЕВОЕ МЧС Рубрика выйдет в свет в рамках программы «Камчатка. События недели» с Анастасией Островской уже в эту субботу, 19 марта, на телеканале «Камчатка-1», на YouTube-канале «Массмедианьюз», а также в соцсетях и мессенджерах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова